К Православному Дню Памяти святых князя Петра и его жены Февронии приурочен День Семьи, Любви и Верности. Его отмечают в нашей стране с 2008 года. А в позапрошлом году указом президента России этот праздник был включен в официальный календарь. Цель этого празднования – сохранить традиции семейных ценностей и укрепить духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Глава Славянского района Роман Сенеговский провел торжественный прием семи семей муниципалитета в честь Дня Семьи, Любви и Верности. Были приглашены те, кто достоин уважения за свой беззаветный труд на благо семьи и общества. Прозвучали праздничные поздравления и пожелания в адрес приглашенных. Семья – это ячейка общества. А если мне кажется более точно сказать, семья – это фундамент нашего общества. Потому что именно на крепких казачьих семьях, наверное, и в целом семьях строится наше общество. Создается характер людей, любовь правит миром, как мы говорим, да, и великое все создается. Дети рождаются, очаг создается семейный. Эти дети воспитываются, и вот, наверное, нормальные люди, они, наверное, и живут именно тем, что вот есть семья, есть дети, хочется кому-то помочь, хочется смотреть, как дети развиваются. Каждая из семей была представлена. Все узнали о профессиональной деятельности супругов, о детях, их достижениях и увлечениях. Просто удивительно, что многого можно добиться, если семья по-настоящему дружная. Спасибо вам за этот колоссальный труд, что вы действительно сохранили семьи, сохранили фамилии, это самое главное. Рождаются в семьях дети, расширяется ваш семейный клан, это очень здорово, спасибо вам. Это не просто, это труд, это все сообща, и кушаем сообща, и работаем сообща, и проблемы, и секреты сообща. Тогда это ячейка, вот так сказал Роман Иванович, это ячейка общества. Крепкие семьи, крепкий район, крепкая страна. На торжественном приеме говорили о духовно-нравственных ориентирах, о том, какой должна быть настоящая семья. Заместитель главы Славянского района Виталий Титаренко отметил, что участники приема прекрасно проявили себя в воспитании детей, в работе и общественной деятельности. Если говорить про каждого из вас, это, конечно, образец той семьи, которая сегодня нашему обществу нужна. И та позиция, которую сегодня занимает наше и правительство, и мы, соответственно, поддерживаем, это формирование правильного, здорового и человеческого населения, которое придет на смену нашего поколения. И вы, как проводники этой здравой, хорошей идеи, конечно, нам очень сильно помогаете. Популярный славянский артист исполнил для собравшихся душевные песни. Все они были о самом главном – семье и любви. Благодарен я судьбе своей, за любовь, что нам дана. Понял я, что мне нужна одна лишь ты, лишь ты одна. Хочу, чтоб годом вопреки так же были бы близки, так же были бы близки. 20 лет спустя. За крепость семейного союза, основанного на взаимной любви и верности, за воспитание детей достойными членами общества, за достигнутое благополучие, обеспеченное совместным трудом, были награждены все приглашенные. Мы совсем еще молодая, единая семья. Семья – это не просто способ существования, это, конечно же, как смысл жизни, потому что люди идут на уступки, живут рядом бок о бок, ссорятся, мирятся. Их объединяет общая цель, мы воспитываем вместе детей. У нас будущее, мы смотрим в одну сторону. И вот это наша семья. И несмотря на то, что праздник всего два года, традиции в нашей семье, они были и до. Поэтому для нас это, конечно, здорово, что появился этот праздник. О каждой из награжденных семей можно долго говорить, не жалея самых высоких слов. Очень приятно было стать участниками торжественного приема. Очень важно, что огромный семейный труд, не всегда видимый, оценен по достоинству. Семья – это очень важно, это основа основ. Потому что без семьи нет будущего. Все в семье родились, в семье живут и к семье всегда тянутся. У нас четверо детей. Семья наша крепкая, дружная. У нас так получилось, что двое детей постарше, а двое помладше. Это радость, это счастье, это помощь, это забавы, иногда и какие-то трудности. Но чтобы с этими трудностями справиться, нужно обладать любовью, заботой к детям, ко всей семье. Много теплых, идущих от сердца слов было сказано в этот день в адрес собравшихся. Встреча прошла в непринужденной обстановке, интересного общения и живого диалога. Такая вечная ценность, как семья, по-прежнему в большой цене. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».